Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем говорить о том, как сохранить психическое здоровье. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нам. Артем Игоревич Григорьев, главный уништатный психотерапевт Гомельской области. В 2010 году окончил Гомельский государственный медицинский университет. Проходил интернатуру по специальности психиатрия-наркология. В 2017 году получил квалификацию врач-психотерапевт. В 2018 – магистр психологических наук. С 2011 по 2013 годы работал врачом-психиатром-наркологом в Брагинской центральной районной больнице. Затем – психиатром-наркологом и подростковым психотерапевтом в Гомельской областной клинической психиатрической больнице, где в 2019 году возглавил центр пограничных состояний. Вопросы Артему Григорьеву можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле – 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер – плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Артем Игоревич. Здравствуйте, Ольга. Всемирный день психического здоровья, который приходится на 10 октября, в этом году будет отмечаться в условиях пандемии COVID-19, которая, конечно же, очень серьезно изменила нашу жизнь. Как вы оцениваете влияние пандемии на психологическое и психическое благополучие людей? То, что влияние есть, это факт однозначный. Мы уже можем судить по количеству обращений за помощью в течение пика той же пандемии и после снижения количества заразившихся. Но есть нюансы. Узнать истинный масштаб объема мы, наверное, сможем в будущем, когда пройдут специфические исследования, эпидемиологические, статистические анализы, мы узнаем именно, какое количество обращалось, с какой патологией. Потому что люди могли обращаться, например, именно как реакция на стресс, на тревогу по поводу заражения, по факту нахождения в больнице, например. Либо это могли обращения быть людей, которые уже наблюдались, либо лечились у психотерапевтов, психиатров, наркологов. И это состояние, оно усугубилось на фоне текущих ситуаций. Ну, так или иначе, состояние стресса, наверное, испытали все в связи с этой темой. Кто-то болел сам, кто-то опасался заболеть, у кого-то болели родные, пришлось за них попереживать. Ну, подавляющее большинство, точно. А с чем люди обращались уже непосредственно к специалистам? О чем говорили? Достаточно большое количество обращалось с, как это ни странно, с жалобами заразиться. То есть, именно люди, не болеющие, а люди, которые боялись, что вирус ковида сможет передаться к ним через какие-то предметы. Например, женщина обращалась за помощью, потому что ее жизнь значительно нарушилась, по причине того, что она не могла, допустим, какие-то продукты принести с улицы домой. Ей приходилось перемывать их все по несколько раз, то есть, приходила, снимала сразу одежду, складывала, помыла продукты, положила на стол, ей кажется, что они опять запачкались. То есть, постоянно вот этот вот процесс с помывкой, раскладыванием, переодеванием, там, чуть ли не сделала себе стерильную комнату. Но, с одной стороны, механизм этот совершенно здоровый, потому что, если бы мы не боялись заразиться, мы не соблюдали бы меры предосторожности. То есть, вроде бы, человек ведет себя в высшей степени благоразумно и действует правильно. А почему тогда страдает и мучается? Насколько вопрос, насколько выражено вот это вот действие? У нас есть механизмы защиты определенной, психологической от стресса. И когда мы видим для себя опасность, а в частности с COVID-19 была неопределенность какая-то, мы не знали, как реагировать, насколько вероятно, заболеем мы или нет. То есть, физиологические защиты и психологические – это, естественно, охранительное поведение, избегать общественных мест, мыть продукты, руки. Но в некоторых случаях вот этот защитный механизм, он начинает носить патологический характер. То есть, человек моет руки не один раз, а 21 раз, и он не может остановиться. То есть, он не ограничивает нахождение себя в общественных местах, он вообще перестает выходить на улицу, в принципе. То есть, он ограничивает контакты со всеми лицами. И это значительно будет нарушать его жизнедеятельность. То есть, при нормальном охранительном режиме человек, в принципе, функционирует. Но в данной ситуации человек, например, может уволиться с работы. Страдает социальная жизнь, человек не может работать, не может поддерживать свои семейные связи и уже серьезно понимает, что что-то не так. Можно здесь справиться без медикаментозного лечения? Только психотерапии? Только каким-то изменением своего отношения к этому вопросу? Ну, во-первых, в данной ситуации нам, наверное, помогает интернет. С одной стороны, он играет злую шутку и иногда доносит до нас информацию, не соответствующую действительности. Но, с другой стороны, каждый человек может открыть нужные страницы, сайты и посмотреть техники релаксации. Какие-то посетить вебинары, которые последние, наверное, полугода стало такое неимоверное количество, которого мы не видели в прошлом году за весь год. То есть они не только для специалистов, они для людей. У нас сейчас есть для людей возможность онлайн-консультации, телемедицинской консультации. То есть, в принципе, во-первых, человек может помочь себе сам. Через информацию какую-то. Во-вторых, то есть это уже может быть консультация психолога, который практически сейчас в каждой поликлинике. А вот обратно, стратегия поведения, отрицание угрозы, это ведь тоже психологическая защита, да? Что нет никакого вируса? Ну, это вторая крайность. С одной стороны, вирус везде и повсеместно, с другой стороны, это вируса нет. И человек не так не меняет свое поведение. Это как сезонная простуда. Хотя, ну, есть все данные, что это действительно пандемия, это действительно страшный, ужасный период для человечества, в принципе. И в наших силах как-то остановить его. Угроза реальная. Ее нужно воспринимать объективно и сохраняя здравомыслие. В продолжение этой темы я предлагаю нам посмотреть сюжет. Нельзя сказать, что пандемия коронавируса разделила нашу жизнь на до и после. Однако для многих людей она стала настолько серьезным психическим испытанием, что люди до сих пор с опаской выходят на улицу. Защитные маски не снимаются не только на людной улице, но и в личных автомобилях. И даже дома. Несмотря на то, что смертность от коронавируса в мировой статистике находится далеко не на первом месте, для некоторых ковид – самый страшный зверь. Впрочем, есть и другие точки зрения. Сильно напрягает. Ну, стараюсь защищать, маски одевать. Очень боюсь. Страшно. Нет, ну, я в масках везде. В помещениях. Везде с масками. Ну, все. Не пугает. Меня, конечно, не пугает. Будет ли в Беларуси вторая волна коронавируса, и если будет, то какой, пока не знает никто. Однако в любом случае медики, включая психологов, к ней готовятся. Приобретенный весной и в начале лета опыт позволит реагировать на ситуацию более оперативно и профессионально. К апрелю, к маю и июнь вот эти три месяца были очень тяжелые. То есть люди всерьез обеспокоились ситуацией. У нас было очень много обращений как на службу экстренной психологической помощи, телефон доверия, так и лично. В поликлинике к психологам города обращались, к нам в больницу тоже обращались очень много людей с жалобами на тревожное состояние, иногда депрессивное, но чаще все же тревожное, связанное со ситуацией. Некоторые принимали там беспрецедентные меры, то есть даже излишние меры предосторожности. Кто-то боялся выходить из дома, поскольку карантина не было, надо было ходить на работу, в связи с этим были увольнения и тоже были какие-то сложности у людей. Особенно, я говорю, телефон доверия у нас в тот период раскалывался, у нас было в два раза больше звонков, чем обычно, именно связанных с ситуацией вокруг коронавируса. Пожалуй, единственная возрастная категория, которая в психическом плане никак не отреагировала на пандемию – дети. Во всяком случае, обращение к специалистам по этой причине в Гомельской области не зарегистрировано. И хотя случаи заражения встречаются и среди школьников, защитные маски носят единицы. Каких-то обязательных правил здесь нет, однако просидеть в помещении несколько часов в маске – то еще испытание, как для организма в целом, так и для психики в частности. Дети реагируют вполне спокойно, они эту тему даже не обсуждают. И маски дети у нас в школе не носят. Это желание родителей. Если родители хотят, то ребенок приходит в маски. Мы детей маски носить не обязываем. Справедливости ради надо сказать, что распространению коронавируса часто содействуют непродуманные акции. Вроде проводимого в прошлом месяце дня без автомобиля, когда людям предложили в час пик воспользоваться и без того переполненным общественным транспортом. Насколько реально защищают в этом случае от ковид маски? Единого мнения, похоже, нет даже у врачей. А вот в чем они солидарны, так это в том, что общественных мест при возможности необходимо избегать. И, пожалуй, самое главное – ни в коем случае не паниковать. Известно немало случаев, когда при длительном стрессе настолько снижается иммунитет, что это может привести к заболеванию. А поэтому несколько практических советов от профессионала. Во-первых, дыхательные гимнастики, которые может человек сам делать. Во-вторых, медитации, релаксации, которых сейчас есть во большом количестве, которые можно делать, и это все будет успокаивать состояние человека. Всякие травяные чаи, продукты, которые успокаивают нервную систему, такие как горький шоколад, банан, зеленый чай. То есть это все немножко усмиряет тревогу. То есть для начала надо попробовать это. Если человек делает это и видит, что ничего нет, что как бы все равно его тревога остается на нужном уровне, то ему следует обратиться либо очно, либо заочно, либо к психологу, либо к психотерапевту для того, чтобы что-то сделать со своим состоянием. Вы смотрите «Диалог». Артем Григорьев. Главный внештатный психотерапевт области сегодня у нас в гостях. Ну, чтобы обратиться за помощью, нужно как минимум представлять, к кому психолог, психотерапевт, психиатр – это совершенно разные специалисты. Поясните, пожалуйста, кто из них с чем имеет дело? Ну, во-первых, есть определенный ряд отличий. В первую очередь психолог – это педагогическое образование, психотерапевты, врач-психотерапевт и врач-психиатр – это медицинское образование. Второе отличие – это методы лечения. Если врач-психиатр использует в своей работе в большинстве своем психофармакологию, то есть медикаментозное лечение, психотерапевт и психолог используют, так сказать, лечение словом. То есть методы психотерапии. То есть, казалось бы, похожи с одной стороны, но с другой стороны. Психотерапевт в большинстве своем лечит патологию. То есть это психические, поведенческие расстройства невротического уровня. Например? Ну, если касательно COVID, например, это расстройство адаптации. Это тревожное расстройство, депрессивное расстройство. Расстройство адаптации в тематике COVID, что это значит? Это значит патологическая эмоциональная реакция на какую-то ситуацию психотравмирующую. Например, страх заразиться, пандемия. Это проблемы с работой, например, вследствие пандемии. Крах бизнеса. То есть вариантов много, которые именно с койлой связаны. Ну, плюс, если человек работает в сфере, которая требует большого числа контактов, а у человека уже начинается паника от того, что ему нужно с кем-то общаться. Да. И у него высокий риск. Ну, допустим, опять-таки, специальность врач. То есть постоянная напряженная работа в средствах индивидуальной защиты, то есть постоянном состоянии дискомфорта под постоянным страхом заражения. То есть здесь тоже вполне возможно развиться расстройство адаптации. То есть это выраженная тревога, депрессия, может быть, другие какие-то ощущения. Но вернемся к отличию. Психолог, в отличие от психотерапевта, он работает с нормой. То есть с человеком, которому, в принципе, не выставлялось какое-то психическое расстройство. То есть это какая-то рутинная консультация. У человека возникла тревога. Страх заразиться, но он остается на уровне с нормальным физиологическим страхом. Мы все боимся чего-то, все волнуемся. Мы знаем, какой наш страх может быть. И вот с таким страхом он может обратиться к психологу. А если по факту, если у человека чувствует необходимость в помощи, он может обратиться к любому из этих специалистов. Абсолютно любому из специалистов уже сориентируется и направит к нужному. То есть тот же психолог, он может сказать, уважаемый, вам надо к психотерапевту. Либо к психиатру. Также и психиатр может сказать, что я вас выслушал, дать какой-то совет. Если надо легкие седативные препараты назначить. И порекомендовать обратиться к психологу. А к психиатру человек попадает в каком случае? К психиатру это, так сказать, более тяжелые уже формы психических расстройств, которые значительно дестабилизируют состояние пациента. То есть чаще всего это психозы, тяжелые депрессии какие-то. Как и где искать своего специалиста? Если человек понимает, что он нуждается в помощи, но при этом не имел дела, нет знакомых в круге общения соответствующих, куда обращаться? Но опять-таки повторюсь, интернет. Там есть на данный момент вся информация. И в частности есть сайт психиатрической больницы. Первый источник информации. Во-вторых, просто зайти в поликлинику по месту жительства. И спросить, есть ли у них специалист-психотерапевт, либо психолог. Психологи есть, наверное, сейчас практически во всех поликлиниках города. Психотерапевты сейчас есть, наверное, в каждом районе города Гомеля. Также есть психиатрическая больница, диспансерное отделение, куда человек тоже может обратиться абсолютно свободно и рассказать то, что его тревожит. Очень многих по-прежнему от обращения за помощью удерживает то, что так или иначе нужно предоставлять свои личные данные, так или иначе больничный лист нужно отнести на работу. Возможно ли оказание помощи анонимно? Ну, уже много лет психиатрия борется со стигмой психических расстройств и врачей-психиатров. То есть люди нас боятся, так скажем, по-прямому. Они боятся этих расстройств. Они боятся препаратов, которые мы назначаем. Они боятся учета какого-то. Но вот эта многолетняя борьба со стигмой, она дала свои плоды. С каждым годом мы видим все больше и большее количество обращающих пациентов. То есть в какой-то мере здравый смысл начинает преобладать над страхом. Потому что, во-первых, они видят, что социальных последствий, значимых для человека, ну, это крайне редко бывает. Это должны быть какие-то тяжелые, серьезные психические расстройства. Во-вторых, сейчас достаточно широко оказывается анонимная помощь, где не надо предоставлять свои какие-то официальные данные. Человек может свободно обратиться к специалисту, назвать какое-то любое фамилию, имя, отчество и получить помощь. Естественно, анонимная помощь имеет какие-то определенные ограничения. Но они вот практически все невротические расстройства. Куда и входят расстройства, адаптации входят туда. О приеме и в больнице в том числе, да? Да. Можно обратиться и сказать, что я на... Да, то есть это и к психотерапевту, и к психологу, и к психиатру, да. Спасибо огромное, Артем Игоревич. У нас есть телефон и звонок на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем. Подскажите, пожалуйста, я бы хотела бы узнать. Здравствуйте, меня Ольга из Гомеля. У меня такой вопрос. Подскажите, вот хожу к врачу бесконечно, в плане того, что там то сердцем, то еще что-то. Врач моя уже говорит о том, что полечите просто панические атаки какие-то. Вы сами тебе придумываете болезни. И говорит, что ходите, пожалуйста, на прием к психиатру, ну, или к вот такому плану, да. Но мне на работе все дружно пердят, что если ты сходишь на прием, пролечишься, ты потом никогда не пройдешь медкомиссию для работы. Я бы хотела узнать вот этот момент. Пожалуйста, расскажите мне. Спасибо огромное за звонок. Очень актуальный вопрос, очень важный. Очень многие люди с этим сталкиваются, на самом деле, по некоторым данным, около 15%, да, 20% населения. Когда-либо в своей жизни переживает эпизод панических атак, иногда достаточно часто и достаточно тяжело. Вы ничего не придумываете. Это действительно состояние крайне неприятное, единственное, что не имеющее никаких угроз для здоровья. На самом деле, да, по паническим атакам более раннее, так скажем, вмешательство, психотерапевтическое, либо психиатрическое, значительно улучшает прогноз в дальнейшем течении расстройства. То есть чем раньше обратиться, тем лучше помощь будет, тем проще будет побороться это расстройство. Вопрос по поводу работы, он актуален был всегда. И всегда страх, что если ты обратился к психиатру, все тебе однозначно на учет, все об этом будут знать, сообщат на работу и уволят. Нет. Во-первых, обращение к врачу, психиатру, психотерапевту, как и вообще в принципе к врачу, является врачебной тайной. И информацию ни в какие другие учреждения она не предоставляется. Во-вторых, какие вот эти невротические расстройства для большинства работы, они не являются противопоказанием. И в-третьих, как я уже говорил, есть возможность анонимного приема. То есть если человек боится в какой-то мере, он может обратиться анонимно, либо прийти очно на прием к врачу, рассказать про свои страхи по поводу работы, и специалист подробно объяснит, какие могут быть последствия, и как лучше поступить в данной ситуации без заведения той же амбулаторной карты. А вот пытаться справиться с этим состоянием самому, вот точно, наверное, не стоит. Бывают претенденты, бывают, когда получается, но это, к сожалению, не часто. И мы, когда пытаемся справляться сами, мы же не знаем своего прогноза. Всем кажется, что да, мы перетерпим, все пройдет. Но, к сожалению, получается зачастую совсем все наоборот. Поэтому большой проблемой обратиться хотя бы один раз для какого-то разъяснения и беседы. Ну, нету. А вот что касается панических атак. На самом деле, сколько занимает лечение? По-разному. Бывает по-разному. Иногда бывает после первой интервенции. То есть после одной беседы интенсивность панических атак снижается. Ну, когда человек понимает, что с ним. То есть важный момент в праническом расстройстве – это знать причину, это знать, с чем ты столкнулся. И зачастую, когда доктор объясняет механизм, как это развивается, сразу становится легче. Иногда надо несколько встреч, иногда да, надо длительное лечение, полугода и выше. То есть все зависит от тяжести, от реакции человека. Ну, в любом случае, с этим лучше не затягивать, не дожидаться усугубления этой симптоматики. Я думаю, с любым психическим расстройством затягивать не стоит, потому что здесь мы не всегда можем предугадать последствия и то, как разовьется в дальнейшем наше заболевание. Поэтому лучше специалист оценить. Точно в случае лечения никаких последствий для социальной жизни не будет. А вот если лечение игнорировать, то очень может быть. И вопрос следующий тут у нас есть на Вайбере. Как распознать депрессию? Чем она отличается от плохого настроения? Все мы, да, когда-то говорили, у меня депрессия. При этом, ну, реальная клиническая депрессия далеко не у всех. Ну, на самом деле, вот я сейчас не вспомню цифры, но статистически очень большое количество людей в тот или иной момент жизни переживал клинический депрессивный эпизод. Просто, ну, у кого-то он более выраженный, более сильный, у кого-то легкий. Иногда он проходит самостоятельно. Но если отличать, просто так скажем, хандру от клинической депрессии, то депрессия – это набор симптомов определенных, касающийся многих факторов. То есть, во-первых, это длительный промежуток времени. Это не то, что вот, о, у меня сегодня депрессия, а завтра депрессия закончилась, потому что там солнышко вышло. Нет, депрессия – это продолжительный промежуток времени, от двух недель, не меньше. Во-вторых, это состояние, которое влияет не только на эмоции, это не только сниженное настроение, а влияет на нашу жизнедеятельность и активность в целом. То есть, на наше мировосприятие, на нашу способность работать, общаться, коммуницировать с другими. То есть, это глобальное воздействие. Поэтому, в любом случае, если есть какие-то подозрения, как минимум, можно позвонить на телефон доверия, поговорить с специалистами. Психологи скажут, стоит ли обратиться к тому же психотерапевту или нет. Как максимум, прийти на беседу к психотерапевту – это не составляет большой проблемой. Можно начать с психолога, да, пообщаться, и тот оценит ситуацию. Номер телефона доверия – 315161. Номер востребованный, ежегодно около 10 тысяч звонков на него поступает. Обращения, я так предполагаю, что варьируются. Но есть ли какие-то тенденции, кто звонит на телефон доверия в больницу? Абсолютно по-разному. Как пациенты первичные, так и пациенты, уже давно проходящие лечения у врача-психиатра, психотерапевта. Есть люди с жизненным кризисом, с суицидальным кризисом. То есть, объем звонков абсолютно разный. То есть, ну, какой-то единый, ну, нет преобладающий. Чаще, наверное, это именно люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, которые не могут найти выход из нее и боятся, возможно, обратиться к специалисту, к врачу. То есть, им проще это сделать анонимно и по телефону. А кто по ту сторону будет разговаривать? Врач? Психолог. Психолог, да. Психолог, учреждение здравоохранения, Гомельская областная клиническая психиатрическая больница. Которая уже и сориентирует, как в этой ситуации действовать. Да. Ну, в любом случае, это то, с чего стоит начинать. Просто обратиться, просто позвонить, обратиться за советом. И дальше уже в соответствии с этой рекомендацией можно действовать. Выражение «осенняя депрессия», оно имеет под собой какие-то основания или это просто такая романтика? Ну, уже проводилось много исследований. Насколько я знаю, либо ввели, либо пытались ввести ДСМ-5, это американская классификация болезней, именно сезонную депрессию. Здесь много факторов, которых может быть. То есть, во-первых, снижается уровень инсоляции света. Меньше вырабатывается мелатонина. Во-вторых, это меньше красок, переходный период такой, когда удлиняется ночь, сокращается день. То есть, много факторов. Ну, не все же к этому чувствительны, да? То есть, это определенное душевное устройство нужно иметь, наверное, чтобы отреагировать. Естественно, но есть такая тенденция, на самом деле, замечается зачастую, что да, осень, весна – это какой-то промежуток времени, достаточно сложный для некоторых людей, ну и в частности для пациентов. Продолжим эту тему, Артем Игоревич. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире, говорите, не слушайте себя по телевизору, говорите. Да, здравствуйте, меня зовут Лидия. Хорошо. Значит, у меня вот, значит, проблема такая, я вообще с детства у меня волнующаяся, такая проблема, тревога, вот такая, значит, и обижают меня, потому что я вообще инвалид, и сначала меня то родители обижали, то вообще обидчивый очень человек, а на данный момент, вот, я волнуюсь, у меня сын не работает, вот, и проблема его устроит, и все это у меня проблема, меня можно и словом обидеть, вот, наплачусь, руки трясутся, не сплю. А вы за помощью обращались, обращались когда-нибудь, да? Да, я обращалась, но мне как-то все это вот лекарство не помогает. А к кому вы обращались? К психотерапевту? К психотерапевту обращалась, к неврологу обращалась, ну, как бы мне отвечают, что это сейчас во всех, у многих. И легче вам не стало? Нет, нет, мне вот, можно сказать, это у меня уже как чуть не хронически, как мне помочь, я не знаю. Спасибо за звонок, сейчас постараемся разобраться, как можно помочь. На самом деле найти своего специалиста тоже ведь сложно. Не каждый врач и постарается вникнуть, и подумает над препаратами, потому что они тоже на всех людей действуют по-разному. Что бы вы посоветовали? Во-первых, подбор препаратов – это процесс достаточно сложный, особенно в психиатрии, в психотерапии, потому что нет единой схемы однозначной, что вижу этот симптом, назначаю этот препарат. Во-вторых, есть индивидуальная чувствительность, которая может меняться от человека к человеку. В-третьих, врач. Я думаю, врач пытался вникнуть. Есть еще такой момент – это характер и личное предпочтение пациента. Иногда бывает высококвалифицированный специалист, но он не подходит пациенту. По каким-то там типажу, манерам, внешним видом. Бывает наоборот. Кажется, не заинтересованным, да? Да, да. Ну, то есть у каждого в свою манеру. А кому-то хочется, чтобы выслушали, а врачу… А кому-то надо наоборот конкретика, чтобы раз-два вот по пунктам. Поэтому тут стесняться не надо, обращаться к разным специалистам. То есть если вы видите, что с этим специалистом вы себя некомфортно чувствуете и не можете ему открыться. Бывает, это не значит, что доктор плохой. Это значит, просто он вам не подходит. И обратитесь к другому. У нас, слава богу, сейчас врачей очень много. Во-вторых, если в амбулаторных условиях не получается подобрать лечение, либо не получается оказать какую-то психотерапевтическую помощь. Тяжело. Например, у нас в больнице функционирует отделение дневного пребывания, где также работают специалисты-психотерапевты, психиатры, куда можно приходить регулярно для сеансов, например, психотерапии и подбора лечения. Есть отделение неврозов, где оказывается стационарная помощь, где лечатся люди с невротическими расстройствами. Направление в эти отделения, в принципе, может дать любой врач-психотерапевт и врач-психиатр. Надо подойти, поговорить, и доктор, если будет необходимость, отправит туда. Ну и вообще, если касательно проблемы женщины, позвонившей нам, вот эти вопросы, проблем в семье, взаимоотношения с детьми, с родителями, они достаточно актуальны. Люди, имеющие ограничения жизнедеятельности, например, группы инвалидности, это тоже очень такой серьезный контингент, с которым на самом деле надо работать, потому что эти люди чувствуют свои проблемы, они хотят помощи, они выбиваются из ритма жизни. То есть, ну, я надеюсь, специалисты будут обращать, и не только в сферы показания помощи психиатрической, во всех сферах будут обращать внимание на этих людей в большей мере. Совет, который мы можем дать нашей телезрительнице, обратиться за помощью, искать своего специалиста, говорить, может быть, сменить тактику лечения. Да, да. 31-51-61, я напоминаю номер телефона доверия, областной психиатрической больницы. Можно начать просто с одного звонка и уже о чем-то с психологом договориться. Так же часто, как используется слово «депрессия» к месту или не к месту, говорят еще о психологической травме. При этом очень многие люди, которые это говорят, имеют мало представления, что это, собственно, такое и какие последствия несет за собой действительно реальная психотравма. Давайте об этом поговорим. В клинической практике, вот именно расстройство отдаленное после психотравмы, что оно собой представляет? Ну, например, мы уже частично коснулись этого по поводу расстройства адаптации. Если интересно про отдаленные, есть такой, ну как назвать, подвид расстройства адаптации, это пролонгированная депрессивная реакция, которая может длиться не менее года. То есть какая-то психологическая травма случилась, и вот эта вот депрессия, она тянется очень-очень-очень долго на самом деле. Есть такая вещь, как посттравматическое стрессовое расстройство. Это когда человек оказался в какой-то экстремальной ситуации, угрозе жизни, то есть это очень тяжело. Это вот жертвы боевых действий каких-то, либо угроза смерти, например. Здесь тоже процесс может быть достаточно длительный. И вот уже в новых классификациях вводят это комплексное ПТСР, когда травма оставляет, грубо говоря, изменение в личности человека навсегда. То есть он, да, с большего поборолся с травмой, но оно все равно с ним живет. Особенно очень важны это травмы в раннем детстве, которые человек может не осмысливать еще в том возрасте, но которые влияют на его жизнь. Иногда, наверное, даже сами родители не очень могут представлять, насколько серьезное было то или иное событие для ребенка. Насколько может определить его дальнейшую судьбу. Да, то есть то, что для нас может оказаться каким-то рутинным стрессом, либо небольшим, для ребенка может оказаться очень выраженной угрозой. Правда ли, что это, в общем-то, тенденция ухудшения психического здоровья подрастающего поколения и все больше и больше детей приходит на прием? Опять спорный вопрос. Мы не можем судить о том, какая была в популяции, ну, вообще, среди людей, какой дельный вес психических расстройств у детей, там, допустим, 20-30 лет назад. Потому что, например, было психиатров в 4 раза меньше, психотерапевтов в 5 раз меньше, и обращений, соответственно, меньше. И для людей было более страшно обратиться ребенка, завести. Опять же, вопрос с учетом. Да, это фактически, да, искалечить жизнь потом ребенку. А сейчас, ну, люди осведомлены, они знают, с чем можно обратиться, знают, как можно обратиться. Да, детей много, и детей обращаются каждый день с разными проблемами. Очень актуально, например, депрессии детские. Сейчас мы о них говорим уже и часто говорим. И как они дебютируют у детей? Ну, это, я думаю, тема для отдельных передачи депрессии у детей. Они, потому что, проявляются немножко по-другому. И никогда нельзя оценивать депрессии детские со взрослыми. Там совсем другие клинические проявления. Они могут быть в разных возрастных категориях, так как и тревожное расстройство. Иностранные коллеги, допустим, в разных странах. Я когда-то общался по чату на одной конференции, и они подтвердили, что действительно депрессивное и тревожное расстройство у них – один из самых частых уставляемых диагнозов у несовершеннолетних. То есть это тема важная для того, чтобы обдумать. Реально ли воспитать психологическую, психическую устойчивость ответственному родителю у своего ребенка? Что самое главное здесь должно быть? Ну, в первую очередь, мне кажется, это знать темперамент своего ребенка. Каждый родитель должен знать, кого он воспитывает и с кем он, так скажем, живет. Потому что мы никогда не заставим холерика, гиперактивного ребенка быть усидчивым. То есть два часа за уроками и тому подобное. Если мы будем его заставлять ограничивать себя значительно, то есть мы получим как раз-таки здесь травму. Во-вторых, родителям надо знать себя. Потому что полбеды – это рассказать, что делай так, либо не делай так. Ребенок все равно видит, что делаете вы. И если что-то позволено маме и папе, значит, это позволено и ребенку. Если родители позволяют в присутствии ребенка употреблять алкоголь, сколько бы они ему ни говорили, что выпивать – это плохо, когда он достигнет определенного возраста, он будет пробовать алкоголь, потому что это делают его родители. Поэтому родители должны контролировать свои поступки. Да, даже есть такая фраза, что не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, воспитывайте себя. Есть вопрос в продолжении этой темы. Правда ли, что в последнее время стало больше детей с диагнозом аутизм? С чем это связано? Да, на самом деле. Сейчас гораздо больше деток обращается, которым выставляем аутизм. Либо, как сейчас правильно говорить, расстройство аутистического спектра, потому что их считается много различных. Выраженность аутизма больше. В первую очередь, потому что, наверное, педагоги начали обращать на это внимание и рекомендуют обращаться, так как для этих деток разработаны специальные программы обучения, есть поддержка в процессе обучения, интеграция. То есть сейчас значительно расширились возможности помощи лечебной. До конца, наверное, не исследована причина и теология развития этого проблемы. Поэтому однозначно вам сказать, почему аутизма стало больше, никто не скажет. Мы можем делать какие-то концепции, предполагать что-то, но достоверно. По единого мнения в медицине пока нет по поводу этого заболевания. У нас около минуты остается до окончания программы. Что самое главное? Как позаботиться о своем психическом здоровье? Любить жизнь, любить себя, любить своих близких, наверное. Это самое главное. И я напомню, 315161 телефон доверия. Если вдруг не получается любить жизнь слишком, достаточно долгое время, то нужно позвонить. Спасибо огромное за беседу. Спасибо и вам. Артем Григорьев, главный внештатный психотерапевт Гомельской области, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова